В Дубае завершает работу ежегодная Аравийская ярмарка путешествий, крупнейший форум туристического бизнеса на Ближнем Востоке. В этом году в ней приняли участие 423 туристические компании из 86 стран мира, а гостями стали 26 тысяч человек. На туристической карте Ближнего Востока может появиться еще одно направление — Саудовская Аравия. Падение цен на нефть заставляет эту богатейшую, но и самую закрытую страну региона задуматься о привлечении туристов. Мы обратились к правительству с предложением начать реализовывать программу, подготовленную 10 лет назад, которая называется «Открытие Саудовской Аравии» и которая предлагает потрясающие туры. Саудовская Аравия будет большим сюрпризом для людей, которые, наверное, читают много негативного о нашей стране. Саудовская Аравия оказалась в центре проблем региональных и международных, и поэтому мы всегда под микроскопом. Египет, в отличие от Саудовской Аравии, является излюбленным местом для путешественников и курортников в течение многих десятилетий. Но волна терактов и прежде всего авиакатастрофа над Синаем нанесли серьезный урон туристическому бизнесу этой страны. Мы ужесточили и усилили меры безопасности во всех аэропортах. Они отвечают всем международным стандартам. И, конечно, этот процесс будет продолжаться. Египет борется с терроризмом в интересах всего мира. А здесь Египет поддерживает и развивает туризм для всего мира. Угроза терроризма отразилась на потоке туристов в Иорданию, что является очень плохой новостью для страны, чьи финансы сильно обременены наплывом беженцев из Сирии. Поэтому представители Иордании убеждали участников ярмарки, что их страна остается мирной и безопасной для иностранных гостей. Ближний Восток — это не что-то единое. Ближний Восток — это 22 страны. И каждая из этих 22 стран имеет свою специфику и отличие. Да, в некоторых странах есть проблемы. Но это не касается всех 22 стран. Организаторы ярмарки сделали в этом году акцент на развитии так называемого ответственного туризма, который предполагает бережное отношение к природе, а также уважение национальных обычаев и традиций.